У него в кармане гвоздь. У него в кармане гвоздь. У него сегодня гость. У него сегодня гость. Здравствуйте, миллионы телезрителей. Программа Сергея Синёга. А что у вас? Так вот что, миллионы телезрителей. Сегодня нам придётся пережить нашествие Золотой Орды. Орду в студию привёл гвоздь сегодняшней передачи Андрей Масловский, заведующий отделом археологии Азовского историко-археологического и палеонтологического музея-заповедника. Здравствуйте. Здравствуйте. Андрей, у вас с Ордой какие отношения складываются? Ну, рабочие. Рабочие и конструктивные. Да, конструктивные. Как вы с ней общаетесь? Вы её достаете из-под земли? Ну, достаем, да. Ну, мы не Орду, конечно, достаем, а достаем, собственно говоря, город средневековый. В конце 30-х годов Нижняя Подонья, как, собственно говоря, территория всей Восточной Европы, было завоёвано во время Великого Западного Похода, и с этого момента стала частью сначала Великой Империи Чингисхана, а после её распада в 60-е годы XIII века и вплоть до конца XV века это была часть именно государства, которое уже в XVII веке получило в русской историографии название «Золотая Орда». Ну, как-то вот учёные с других стран согласились с этим названием, так что вот название неправильное, ну вот… А правильное какое? Правильного названия вот в Орде, в общем, не было, потому что называли её кто как Гораст, то есть на Руси её просто называли Ордой, а восточные охранисты её, как правило, называли «Улус» и имя, соответственно, либо правящего правителя, либо «Улус Джучи». То есть самое правильное название – это «Улус Джучи». У нас какой Улус? У нас «Улус Джучи». Джучи – это человек такой? Да, это старший сын Чингисхана, он, правда, умер ещё при жизни отца, так что вот это государство строили, собственно говоря, его сыновья и внуки. Ну и одним из этапов строительства государства было создание городов. Золотая Орда – мать городов русских. Не совсем так, но история нашей страны без Золотой Орды, она была бы совершенно другой. Русь в XIII-XIV веке, она тоже была часть Золотой Орды. В XVI веке Иван Грозный претендовал на то, что он истинный чингизит, и поэтому, соответственно, он объединяет земли распавшейся империи. Ведь до монгольского времени русские за пределы лесов-то особо не переселялись. А когда и куда они пришли на Дону? Первый раз это было в 1222 году, второй раз, ну, видимо, в 1239. Они что, приходили и уходили? Туда-масюдамы? Да, ну, вообще, стратегия монгольской армии была такова, что сначала следовала разведка боем, а потом же, когда в 1235 году начался Великий Западный Поход, постепенно область за областью монголы завоевали вот всю Восточную Европу. И пришли в Азов? Азова ещё не было. То есть Азов, собственно говоря, и был создан монголами. Причём это не исключение, это правило. Все крупные золотардынские города возникали на пустом месте. А когда они пришли, что здесь вокруг было? Они кого-то прогнали здесь, кто-то жил? Нет, они не прогнали, они починили себе. То есть до монгольского времени здесь, вот в дельте Дона существовало несколько осёдлых посёлков, рыбаков, которые торговали с греками. И, соответственно, в степях кочевали различные племена, половцев, агузов. Во время завоевания, собственно, главными противниками-то в этих степях для монголов были как раз половцы и агузы. Завоевание их растянулось на достаточно длительное время, потому что кочевников тяжело завоевать. Они, если слабы, они просто уходят, не принимают боя. То есть половцы, в частности, ушли аж до самой Венгрии, но, так сказать, прижиться там особо не смогли и вернулись в наши степени. А вот рыбаки донские, судя о густи Дона, скорее всего, вообще никакого сопротивления не оказывали. Может, там под горячую руку они монголам попались. Кто-нибудь и нагрубил монголы? Ну, в принципе, надо сказать, что монголы далеко не всегда сжигали всё подряд. То есть если люди сдавались без боя, то они их, в общем, не трогали. Ну, естественно, облагали тяжёлые дань. Что они здесь делали, эти монголы? Что вы там выкапываете? Что у них было хорошего? Ну, монголы вообще как бы как кочевали в степи, так и остались кочевые степи. Собственно говоря, джучи приписывают слова о том, что вот, правда, это степи всё-таки не донские, немножко восточнее, но вот вода самая сладкая, трава самая сочная и так далее. Ну, он говорил о, видимо, всё-таки по Волжье. Но у нас, да, тоже можно отнести слова и к нам, потому что для кочевого скотовоста, конечно же, наши степи идеальны. По сравнению с голой пустыней Монголии, здесь, в общем, условия для кочевания идеальны. И кочевники, они не стремились поселиться в городах. Города для монголов были источником, откуда можно было получать всякие жизненные блага цивилизованного мира. То есть, прежде всего, ткани, вина, изделия, значит, из металлов. Вот это, собственно говоря, монголов интересовало. Ну, и наш город, вот Азов, возникает где-то около 1269 года, достаточно точно. На переговорах между Венецией и Генуей говорится о том, что плавать им в Тану или не плавать. То есть, вот наш город впервые упоминается в 1269 году. Под именем Тана? Под именем Тана. То есть, для европейцев он всегда был Тана, для восточных авторов он всегда был Азак. Я вас правильно понял. Если монголы пришли к нам и пасли скот в наших степях, город кто строил? Город строил, вот как я сказал, первая волна поселенцев состояла из олан, черкесов и русских. А уже в дальнейшем население города усложнялось состав, потому что здесь появились и итальянцы, и представители различных других. Гастарбайтеры? Ну, итальянцы в серии не были гастарбайтерами. То есть, вот, именно вот костяк горожан, помимо вот пересисленных, но и трех этносов, это вот плюс еще армяне, евреи, греки. Торговать приехали, строил кто? Так город, собственно, строить особо нечего было строить. Дело в том, что город состоял по большей части из глинобитных домиков, которые, собственно говоря, строили сами их жильцы. Каких-то капитальных построек очень немного. Вот нам в этом году посчастливилось впервые найти фундамент именно каменного здания. То есть, каменных зданий было очень немного, и сгонять население ради того, чтобы построить эти низкие здания, смысла не было. То есть, ради нужно было что? Чтобы здесь был морской порт, куда могли приплывать, так сказать, купцы из-за моря, и чтобы здесь производили, грубо говоря, сабли, топоры, косы и так далее. Вопрос не в стройке, а кто здесь работал. Вот работали перечисленные народы, а уже в дальнейшем, после того, как город сложился, в качестве именно гастарбайтеров начали приходить вчерашние степняки. Если ты неудачливый кочевник, ну что остается делать? Прийти в город, зарабатывать. Собственно, на окраинах сидели. В этом году нам посчастливилось найти могильник этих самых гастарбайтеров, которые еще не отказались от своей идентификации как кочевников, но уже образовали такое особое городское оплату. Откуда вы это узнали? Погребальный обряд этих людей, он сильно отличается от городских некрополий. Пришли монголы. Пасли в наших степях свой скот. Величие где? Ах, Золотая Орда, Золотая Орда. Ну, пасли и пасли. Золотая Орда можно перевести еще, то есть название-то как бы, как ты сказал, книжное, можно перевести, и, кстати, такое название тоже бытует, Золотая палатка. То есть это ставка как бы именно палатка, где сидел, соответственно, правитель. Вот все эти люди были в шелках, в драгоценностях, но, к сожалению... Все-таки не скот пасли в степи. Сидели в городе. Нет, 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 ни в коем случае. И все эти места, это не города, а это места, ну, там, берег, скажем, какой-то там речки, да, там, еще где-то, окрестности какой-то горы, но никогда не город. То есть хан в города заезжал, ну, может быть, два раза в год, когда ему городской мир, так сказать, выдавал там запас там халатов и прочее. То есть у хана же были как бы расходы, то есть хороший какой-то там пир, так сказать, праздник, он же всех своих приближенных должен был дарить оружием, халатами. Ну, типа по магазинам походить. Да, да, ну, не по магазинам, потому что для него вот это все было бесплатно, как вы понимаете. То есть он собирал, так сказать, вот что они ему там должны были. Урок там, ну, допустим, город должен был поставить, там, две тысячи шелковых халатов. Вот он заехал, забрал, поехал дальше. Монголы что там оставили? От монголов что в Азове? Ну, пожалуй, кроме вот ангонов, в общем, вещей, которые… Ангон что такое? Ангон – это небольшие фигурки, вырезанные из листа, как правило, медные. Это изображения, ну, человекообразные они, в общем. Это вместилище одной из душ человека. То есть монголы считали, что у человека есть несколько душ, вот одна из этих душ находится вот в этой фигуре. В захоронении нашли? Нет, эти фигурки в захоронении не помещались. То есть при жизни они вешались над кроватью человека, а после смерти, вот что с ними случалось, бог его знает. Мы находим-то, в общем, потерянные. Один раз мы нашли, дважды, вернее, мы нашли такие фигурки на кладбищах, но не в погребениях. В одном случае она была, кстати, сломлена. Возможно, после смерти человека ангон полагалось ломать. И в ордынское время очень широко распространяется изображение дракона. Хотя дракон тоже, в общем, не монгольский, он китайский. Но вот монголам очень понравилось. Это была имперская эмблема. И, соответственно, вот на тканях, на металле можем увидеть изображение дракона. Ну, вот армии монгольской, собственно говоря, стали за захоронением воинов. В том числе и за хоронение, хотя их немного, так скажем так, офицеров крупных. Но, собственно говоря, в чём сила была кочевников? В том, что с оружием были, в общем, воинами практически все взрослые, и даже не обязательно взрослые, мужчины. Они же и пастухи. Они же и пастухи, да. Это позволяло мобилизовать значительные по численности армии, которые превосходили, соответственно, армию осёдлых народов, где военное сословие – это очень небольшая группа населения. Художественную ценность что имеет из того, что вы поднимаетесь под земли? Из того, что мы поднимаем из-под земли, художественную, наибольшую художественную ценность в нашем городе имеет поливная керамика. Дело в том, что чем крупнее Золотардынский город, тем лучше работал торчерцвет и чермет. Металла мы находим в городе очень мало, чему, опять же, многие люди не могут поверить. Но это правда. Всё, что там ломалось, всё шло в переработку. А, соответственно, то, что остаётся в земле – это художественная керамика. Но художественная керамика у нас – одна из самых богатых коллекций. У нас, скажем, коллекция керамики, произведённой в мастерских Юго-Восточного Крыма. Ну, это район современной Феодосии Судака. Она у нас больше, чем в самой Феодосии в самом Судаке. Ну, вот так вот получалось, что жители нашего города очень прямо заботливо, скажем, о будущих археологах, выбрасывали все фрагменты разбитой чаши в одну яму. Ну, не всегда, конечно, но достаточно часто. И поэтому у нас очень много целых сосудов, которые бы, в общем, украсили любой российский, европейский музей. Но, к счастью, как бы они остаются все на нашем музее. Вы что, мусорники раскапываете? В общем, ну, так археологи, собственно, как правило, раскапывают. Ну, вариант, что либо что-то сгорело, либо, соответственно, кого-то захоронили, либо, соответственно, мусор. Ну, самое лучшее, конечно, сгоревшее, потому что там все предметы, не только выброшенные. Но это, в общем, достаточно редко бывает. Сколько, вы говорите, монголы у нас жили? Монголов, как таковых, которые бы знали язык, почти не осталось. То есть они смешались с местным населением, но не до конца. То есть, как бы современные тюркоязычные историки российские, они всячески пытаются доказать, что вообще монголов здесь была горстка, они очень быстро исчезли. Но известно, скажем, что по нотариальным актам итальянским, в которых фиксировалась национальность продаваемого раба, даже в 60-е годы XIV века, достаточно много людей называли себя монголы. Так что вот где-то лет 150 они жили. А в дальнейшем, уже к концу XIV века, скорее всего, вот самосознание монгольское полностью исчезло. Ну, самосознание, может, и исчезло. Генетика осталась? Это наши предки? Генетика нет. Это, конечно, не наши. А куда они делись? В любом народе можно найти корни с десятков как бы этого. То есть, собственно говоря, сейчас антропологи говорят о том, что генезис любого народа, он имеет сетевую форму. То есть нельзя сказать, что наши предки были вот это, и больше никто. А на Дону кто остался? На Дону после того, как закончилась жизнь Золотарудынского города и его округи… А как она закончилась? Кто их прогнал? Их никто не прогнал. В общем, сначала началось гражданской войны. 20 с лишним лет они резали друг друга очень эффективно. Вот как раз одно из наших открытий последних, наверное, 15 лет – это вот резня 1370 года, когда в пылу гражданской войны вырезали, наверное, треть населения. Это не единственный погром. Те, кому было куда бежать, они, естественно, разбегались. В том числе, наверняка, многие бежали на свою историческую родину, в частности, на территории Руси. А на Дону, в общем, осталось горское опять население, причём его даже стало меньше, чем было до монгольского завоевания. Поэтому в XVI веке территория Дона стала, собственно говоря, диким полем. На территории этого дикого поля остались только, соответственно, казаки. Этот термин, опять же, золотордынский. Что получается? Пришли, город нам построили, работу всем дали, потом между собой передрались и исчезли. Что плохого-то? Где тут иго? Ну, во-первых, иго, соответственно, термин тоже придуманный позже. А во-вторых, ну, давайте не будем их идеализировать. То есть, на самом деле, действительно, монголы очень много убили людей. То есть, был период, когда слово «толерантность», в общем, нехорошее, мне не нравится. Значит, когда из соображений толерантности российские историки стали доказывать, что, в общем, монгольское нашествие, ну, вроде как, вот и ничего там, ну, преувеличено там. У нас на Дононе никого не убили? Дело в том, что те немногие деревушки, которые здесь существовали, мы же их, в общем, не копаем. Но, соответственно, на Казачьей Америке следы пожарищ и массовые захоронения встречаются. Было ли у них чувство юмора? Ну, если судить по Чингисхану и вообще по путешественникам, чувство юмора у них было, скажем, очень специфическое. Ну, например, очень любили они, так сказать, напоить. Вот, соответственно, италии, европейские путешественники, они вот отмечают, что, значит, монголы очень, так сказать, любят выпить. Ну, собственно говоря, преемник Чингисхана, так сказать, второй великий Каан Гидей, соответственно, третий по страшинству сын Чингисхана, он, собственно говоря, умер от последствий, так сказать, неумеренного, так сказать, возлияния. И европейцы говорят, что монголы очень любят выпить и, соответственно, побуждают, так сказать, пить людей, в том числе, как бы, шутками. Вот то, что, как бы, о шутках известно. Если же говорить, скажем, о Чингисхане, то, судя по, так сказать, информации, там, человек, в общем, был не, скажем так, не шутник. Пятница. Сегодня можно.